В начале выпуска деловых новостей цифра дня 133 миллиарда рублей на такую сумму Банк России с апреля по август распродал облигации федерального займа из своего портфеля. Эксперты считают, что такая тактика создает ликвидность на вторичном рынке государственных ценных бумаг. Время деловых новостей. На канале УТС в студии для вас работает Ксения Бородкина. Здравствуйте! Сейчас о последних событиях из мира экономики, финансов и бизнеса. Не переключайтесь! Телевидение не теряет популярности у рекламодателей. По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, ТВ заработало больше всего денег на рекламе в сравнении с газетами и интернет-порталами. Так, в этом году показатели размещения рекламы на телеканалах выросли на 81%. Всего телеканалы заработали 70 миллиардов рублей. На втором месте по заработкам интернет 55 миллиардов рублей с приростом на 30%. Наружная реклама не так популярна. Всего 16 миллиардов рублей. А вот радио вообще на последней строчке рейтинга 6 миллиардов рублей. Теперь открыть банковские счета на индивидуального предпринимателя и юридического лица станет легче. С 1 сентября в России вступает в силу соответствующий закон, который позволяет открывать счета на основе сведений, полученных из единого госреестра. В силу также вступает положение, позволяющее банку открыть счет юридическому лицу без личного присутствия его представителя. В том случае, если физлицо находится на обслуживании в этом банке и в его отношении обновляется информация. Эксперты уверены, это позволит ускорить и упростить механизм создания компаний малого и среднего бизнеса, снизить бумажный документооборот между кредитными организациями, налоговыми органами и их клиентами. С сентября в Новосибирске начнется снос десятков торговых объектов. Власти города признали их незаконными. Демонтируют 37 объектов, большая часть из которых – 13 киосков, 16 торговых павильонов и две палатки находятся в Октябрьском и Дзержинском районах. Несколько киосков и палаток в ходе зачистки исчезнут в Калининском и Ленинском районах. Владельцам уличных торговых точек предложено добровольно демонтировать незаконные объекты. В противном случае снос произведут за счет городского бюджета. Но затраты все равно лягут на плечи предпринимателей, поскольку чиновники намерены обращаться в суд. Принудительный снос большинства объектов начнется после 5 сентября. А вот счета, которые не используют, будут закрыты в одностороннем порядке. Такое право дадут Банкам России. Минфин планирует внести изменения в Гражданский кодекс. Новации коснутся как неиспользуемых в течение определенного срока счетов граждан и юрлиц. Счет закроют, даже если на нем есть деньги. Сейчас такой счет банк не может закрыть в одностороннем порядке, даже если владелец не пользуется им много лет. Кроме того, планируется разрешить банкам закрывать счета с нулевым счетом, по которым в течение года нет движения. Третья новация – право банка расторгнуть с клиентом договор в одностороннем порядке, если клиент нарушает положение закона о противодействии легализации преступных доходов. Сейчас банки прекращают операции по счетам сразу после выявления нарушений. Но при этом закрытие счета происходит лишь спустя 60 дней после уведомления клиента. Банкиры рассчитывают, что поправки позволят им оперативнее избавляться от мертвых счетов, что сократит расходы на их обслуживание. И в завершении выпуска деловых новостей цитата дня. Накопительный счет пенсии в России будут заморожены на три года, заявила вице-премьер Ольга Голодец, выступая на открытии Второго Восточного экономического форума. «У нас на следующий год бюджет действительно социальный. Индексация пенсий заложена в полном объеме в соответствии с законодательством России. Средства на лекарства заложены в полном объеме. Средства на высокотехнологичную помощь заложены в полном объеме. Поэтому мы в следующем году смотрим с уверенностью». Заморозка пенсии только на 2017 год позволит сохранить в бюджете около 400 миллиардов рублей. Правительство продолжает прорабатывать предложения, касающиеся реформирования российской пенсионной системы. На этом мы заканчиваем выпуск. В студии для вас работала Ксения Бородкина. Оставайтесь на канале ОТС. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok